всем привет сегодня у нас очередная серия из цикла фермерское угодье серия у нас будет теперь вторая из многосерийного скажем так к фильму значит сегодня у нас на очереди сенокоз для того чтобы косить траву нам нужно естественно какое-то поле где есть трава вот здесь вот у нас офигенское поле оно ровненькое такое длинное и недалеко находится коровник коровник и овцеферма то есть возить нам будет не так далеко и проблематично значит что нам потребуется потребуется значит сенокосилка потребуется как она называется эта хрень то волков волковые какие-то сжатки это значит ну короче они вот так вот выглядит они для собирания в редки сена также потребуется приспособление для переворачивания сеноворошилки вот такие вот да надо купить ее вот потом вот такая сенокосилка она у нас есть уже в наличии техника для тюковки нам понадобится и понадобится в принципе еще две вещи это не две одна это то на чем будем мы собственно это все хозяйство перевозить а места нету но ничего страшного нам сейчас не нужно купим чуть позже ночью вот такой вот у нас оборудование будет это самые пупковые передовые технологии увидите со всех сторон ну чё давайте попробуем как она действие значит так нам надо развернуть ее там сейчас все на косилку разворачиваем и опустите и включить так теперь осталось давать я наверно звук выключу потому что звук так потому что звук адский просто так настройки так да кстати играть мы будем на новом патче в новой деревне а то мы играли на территории нашего врага американцев вот сейчас мы будем играть уже на своей собственной территории в орловской губернии вот деревня собственно называется орлова так вот мы опять сели в свой трактор значит включаем а нет это мы сейчас на вот это вот приспособление да так секунду это приспособление у нас для да нет сейчас у нас это не получится нам надо нам надо знаете что нам надо то нам надо ехать за ворошилкой потому что если сено не будет переворачиваться она будет ну скажем так сырое и собирать у нас его не получится сейчас мы это дело заезжай только не опрокинься да ё-моё Семён Семёныч не может съехать это позор давай родной так вот видите какие дороги разбитые все это ещё раз подтверждает мои слова то что мы сейчас находимся в России будут показать дорожные знаки то что это деревня орлова так нам сейчас сено ворошилка потребуется собственно это вот эта вот желтенькая тележка это тюковщик вот сейчас мы прицепляем сено ворошилку щёлк вот она сено ворошилка так едем опять на то же место ну в принципе да ладно подождём пока не буду разворачивать всю технику я обычно это всё делаю в движении вот чтобы не ждать ну для зрителей покажу как это всё выглядит уже в стоячем положении то есть без движения вон они наши насадки приспособления сейчас подцепим так сейчас я оттолкну наверное она мне будет мешать вот это вот да наверное ещё и не оттолкнула она походу очень упертая такая подвинься вот ну теперь всё отлично теперь подъезжаем цепляем нашу косилку так можно даже чуть чуть назад встать вот теперь значит переключаемся на сено ворошилку разворачиваем ее она вот такая вот большая будет вот и собственно включаем ее вот потом включаемся на косилку и погнали что-то у нас не двигается а почему что-то делать тут нечисто нечисто а я наверное не опустился на ворошилку поэтому что-то не пойму что не так я сделал блин она зацепилась что-ли за что-то или просто трактор наш не тянет там 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 странно почему так трактор у нас сто четырнадцати лошадей слабоват что ли непонятно как же так-то так наверное так вот 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 Это что-то как-то непонятненько. Странно. Неужели не хватает мощности трактора? Ля-ля-ля-ля-ля. Походу да, походу придется новый трактор покупать. Синоворошилка. Да нет, синоворошилка 90 лошадей. Почему? А это? А, вот она что. Косилка у нас 190 лошадей. Это значит нам нужен трактор минимум 190 лошадей. Такое наверное. Да. Прискорбненько. Ну что же, ничего не поделаешь. Сейчас мы отключим вот этот. И вот этот прицеп. Ну что, продадим вот этот трактор. Потому что, ну, собственно, он нам не нужен тогда, получается. Вот этот, да, вот этот вот, раз, продать. И перейдем на тот зелененький трактор, вот этот. Да, собственно, он у меня и был раньше. Как бы не сбить ничего такого. Трактор мощный, жестокий, вот самое то, что нужно в нашем нелегком деле. Опачки. На одном колесе сжигаем столб. Да, немножко как-то у нас начало смазанное получилось. Но ничего страшного. Сельское хозяйство, оно такое. Не, уп уп уп, не всегда сразу получается. Но, как говорится, опыт приходит со временем. Так, теперь мы подключим сейчас. Вот эту фишечку. Так, еще надо назад. Так, это раз. Так, ну что, опускаем, значит, эту газонокосилку. И включаем ее. Так, дальше переключаемся на борошилку. Тоже включаем ее. Собственно, начинаем двигаться. Да, вы видите, как бы сено начинает скашиваться. Но все-таки, да, поле не очень ровное. А так, вроде, кажется, хорошее, ровное поле. И вот, вы видите, оно когда скашивается, оно зелененькое такое. А после вот сено ворошилки, оно становится желтое. Так, немножко мы уходим в сторону, но ничего страшного. Вот. И вот такими вот сейчас телодвижениями накосим травы для наших животных. Ну вот, вы видите, да, наверное, сейчас это найдет как бы одним сплошным потоком, да. Вот. А иногда прерывается. Прерывается оно, потому что поле неровное. Вот. И поэтому... Ну, как бы высота пляшет немножко. И поэтому, как бы, получается, что он мало скашивает травы. Вот, видите, опять пропустил. Вот. Ну, это на самом деле не проблема. Вот сейчас он опять не может подцепить. И вот так вот мы накосим. Сено. Сейчас мы вот тут развернемся. Проедем вот так. Немножко зацепим. То, что... Тут если поерзать немножко туда-сюда, то, в принципе, он скашивает траву. Но... Не столь важно. Вот видите, мы трактор сменили и дело пошло. Тот вообще не тянул. Во всяком случае, вот эту вот газонокосилку точно. Почему я именно сделал вот такой маневр? Газонокосилку и сеноворошилку сразу вместе. Да просто потому, что так быстрее. Вот. Вот. И, как бы, ну, удобно. В принципе, можно вместо сеноворошилки поставить третью косилку. Вот. И получится... Вот. Не надо будет вот этот вот ряд, или правый, вот сейчас, в данный момент правый, проходить как бы еще раз. Но тогда мы теряем время на вот этой вот сеноворошилке. Вот. А так, в принципе, мы едем себе, косим траву, и тем временем у нас сена переворачивается. Видите, опять она что-то плохо косит. Кому интересно, что это за деревня такая? Это деревня, повторю еще раз, Орловская область. Деревня Орлова. Это новый патч. Он вышел 8 апреля 15-го года. Вот. Что совсем как-то она плохо косит траву. Вот. Вот. И, собственно, это Россия. Это не какая-то там страна-агрессор. Вот. Какой-нибудь там американский штат. Это наша родная Россия. Вот. И здесь, естественно, свои плюсы и минусы. Плюсы, это, конечно же, то, что мы чувствуем себя как дома. Ну, а минусы, естественно, это дороги. Тут ничего не скажешь. Это я уже ощутил на себе. Когда установил я этот патч, была история, будь здоров. Вот. Кто хочет, может посмотреть на моем канале это видео. там просто жесть, что творилось. Утопил я там два пикапа. Вот. В грязи. Ну, точнее, утопил один. Второй просто в яму провалился. Вот. В общем, это было дело. Вот видите, сейчас левый только вот сейчас начал косить. Да, это он там, я не знаю, может низинка какая-то. И он скашивал плохо. Вот. И вот возвращаюсь я немножко к этому моменту. Дороги просто ужасные. Ну, как, собственно, они есть в реале. Вот. То есть, едешь там. Ну, вы, наверное, заметили, я сейчас проезжал. Там такие прям канавы большие. Плюс лужи. Есть даже болотистая местность тут. Вот. Вот. То есть, как бы, любителям поджигать по грязи. Это все можно здесь устроить. Вот. Вот. Так же здесь есть, ну, я не знаю, свиноферма она или не свиноферма, но мясокомбинат есть. Вот. Так же в продаже имеется поросята. Но если имеется поросята, значит имеется и свиноферма. Я еще пока не разобрался. Все пока в процессе. Вот. Так что смотрите видео. Тем временем у нас уже вон сколько сена накошено. Вот. Вот. Трава здесь высокая. В принципе, урожайность, ну, как урожайность, сенокоз должен быть удачной. То есть, сена мы должны накосить много. Посмотрим, каков будет результат. Наверное, сейчас я вот эту вот полосу добью, что у нас стало очень много пропусков давать. И сделаем, пересядем, скажем так, на другую насадку, которая будет делать нам ровненькие и редкие. Ровненькие и редкие специально для, как он называет, для тюковщика. Так. Что мы сейчас делаем? Сейчас мы, значит, собираем косилку и собираем сеноврошилку. Сейчас мы это все хозяйство отцепим. Вот. Блин. Упал. Так. Ладно. И подцепим вот эту вот технику. Сейчас мы ее тоже развернем, включим. Она будет еще, как бы, шире захват у нее. Так что, смотрите, что сейчас будет происходить. Разворачиваем и тут же опускаем. вот так вот все это дело происходит. Смотрите, какая она получится широкая. Вот. Опускаем. Ой. Опускаем и включаем. Сейчас у нас получится ровненький рядок, который потом можно будет легко собрать тюковым укладчиком. И потом мы этим тюковым укладчиком будем собирать. Ну, а, естественно, эти тюки потом уже пойдут на корм скоту. то есть их отвозишь на ферму и там уже откармливаешь животных своих. Как видите, получается ровненький рядок. Вот. То есть не придется по 10-15 раз проходить вот это вот место. Вот. И сейчас буквально 2-3 ряда пройдем и как раз получится у нас то, что надо. сейчас разворачиваемся и опять. Я специально немножко как бы делаю один вот круг справа, чтобы он был как бы в холостую. Просто потому, что бывает такое, что немножко ну как в кривь пойдешь. И тогда приходится немного корректировать трактором. Но это не всегда удобно. Вот. А так она в принципе идет и подравнивает. Ну и тем самым не надо ерзать трактором. И ряд идет ровно и идет. Вот. Так что. Вот вы видите, даже немножко уходит. Ну ничего страшного. Ну так и так еще один ряд проходить. Немножко скривлю. Просто потому, что чтобы он соседний ряд не зацепил. Вот. И все сено, которое было высушено мы сейчас уберем. Вот. Вот. Третий на три захода как раз. И как видите, трава скошенная почти до... Чуть-чуть даже можно в самый притык получается. потом просто пройдем и сравним с правой стороны высоту травы и слева сейчас надо будет съездить за тюка укладчиком я вам покажу потом как работать с тюка сборщиком там в принципе ничего сложного все просто упирается в деньги потому что все вот это вот оборудование стоит очень больших денег ну собственно все мы здесь закончили складываем вот эту вот конструкцию все отвезем ее вот сюда поставим и поедем за тюка укладчиком я прям на ходу ее отсоединил чтобы взъехать на эту горку трактору немножко не хватает мощности чтобы взъезжать вот именно на таких вот где трава местах там где дорога вот видите вот эти вот ухабы вот видите даже немножко повело в сторону и в столб влетел на это мелочи жизни так стоять маруся заедем сюда сейчас вот мы прицепляем значит тюка сборщик точнее укладчик вот такого желтенького цвета стоит он по моему сто двадцать восемь тысяч и он будет нам собирать вот эти вот рядки в аккуратненькие столбки значит я прям на ходу сейчас буду вот нажимаем значит развернуть его вот увидите он разворачивается и включаем включаем и становимся на рядок вот с этой вот сеном ой я забыл опустить его сейчас 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 опускаем хоботок и погнали тут я смотрю он как-то быстро прям в бой пошел и вот смотрите вот у нас справа внизу показывает то количество собранного сена процентах на тюк вот и вы видите вылазит оттуда сам тюк сена здесь я не знаю дай бог получится пять шесть тюков вот с этого вот нами скошенного сена вот сейчас так вроде обработан так большой кажется но вот видите один отвалился второй отвалился да нет наверное побольше будет не шесть тюков девять наверное так разворачиваемся и вы видите вот вместо редко получилось колея от колес также здесь собираем и сзади он выталкивает уже упакованную продукцию все четенько у нас проходит без всяких эксцессов одно удовольствие работать с такой техникой правда если вот допустим заниматься таким вот ферверством в реале мне кажется это нужно быть офигенным миллионером или фанатом своего дела чтобы вот иметь такую технику так ну и становимся на третий рядок а вот видите еще справа в нижней этой иконке у нас вот нарисованы такие тюки и значит совсем справа в клетке это общее количество которое мы имеем а слева мы можем сбрасывать там кнопкой специальный счетчик и он будет если вы допустим на разных полях работаете и хотите посчитать допустим сколько вы на одном поле собрали тюков сколько на другом вот вы этим счетчиком сбрасываете и он вам показывает сколько у вас собрано тюков на полях на том или ином поле вот сейчас мы вот этот тоже кусочек захватим вот ну вот такие пироги также вот когда вы заканчиваете у вас вот остается вот как у меня вот так вот торчит вроде тюк а вроде и вытащить его никак нельзя опять же нажимаете и он его сам выкидывает ну чтобы он просто не оставался там вот все здесь мы закончили опять отсоединяем данное устройство вот видите с каким трудом он заезжает на эту горку он пустой вот а если с грузом то с грузом ему вообще печально так вон вы видите наверное на траве такие как бы синенькие пятнышки травы это колокольчики ох по моему я наверное проскочил зайдем с другой стороны так сейчас нам нужен будет тюка сборщик а он у нас по моему не куплен даже так в каких он разделах находится не здесь не здесь курсовые прицепы тоже нет вот и знаете я уже забыл даже тоже не то вот здесь вот вот она на 45 тысяч стоит так ну что же это вся наша техника вот он стоит здесь сейчас мы его подцепим и в путь принципы работы прост до невозможного почему допустим наши специалисты не могут додуматься до такого я не знаю все по моему просто до безобразия просто просто надо небольшое усилие умственное приложите наверное все у нас получится значит смотрите принцип какой мы опять же в рабочее положение переводим данное устройство и вы видите вот это вот тележка с правой стороны она опускается вниз вот это тележка и есть то самое которое будет закидывать тюки нам в кузов вот смотрите подъезжаем к тюку он ее берет и закидывает хоп и укладывает ну вот дальше мы просто едем и собираем их причем останавливаться не обязательно достаточно просто подъезжать на скорости главное чтоб четко попадать вот на эту вот скажем так ячейку вот раз готово готово опять раз готово так разворачиваемся и пошли на второй ряд вот здесь у нас внизу с правой стороны вы видите количество тюков которое мы уже загрузили оп вот видите я промахнулся сейчас мы сдадим вот он взял его вот пять тюков у нас уже в кузове данный прицеп может перевозить до 16 тюков есть видео по обзору техники у меня же на канале я уже первым делом делал обзор данной техники смотрите вот там все расписано какая техника для чего вот варианты предложенные какие самые оптимальные какие бюджетные вот то есть если вы не хотите тратить деньги ну которых у вас скорее всего не будет в начале то вот собственно как я и говорил 9-10 тюков вот 10 тюков у нас есть значит переводим в транспортное положение данную телегу и теперь смотрим куда нам надо везти везти нам надо на ферму вот идем на ферму там мы ее сгрузим и уже в других видео я буду показывать как смешивать там корма как приготовить нужные корма для животных все это будет в отдельном видео чтобы не смешивать все вот мы заезжаем на территорию нашей фермы здесь у нас и коровник и овце ферма грубо говоря у нас тут все в перемешку ну вот ищем место поудобнее где посвободнее в принципе мне кажется вот здесь нормально тут это разгрузим поближе к стеночке вот так раз чем хорош вот этот вот прицеп он он если грамотно его разгрузить он аккуратной стопкой их разгружает но у меня это редко получается конечно вот но будем стараться вот смотрите вот он начинает складывать раскладывать вот подтолкнул и если сейчас ему ничего не мешает он его поставит вот здесь вот стопкой он предлагает ставить не ставить я соглашаюсь и сразу не отъезжайте обязательно сложите тележку это будет меньше шансов для того чтобы уронить данную стопку как вы это сложили маленькими видите опять зацепилось он раз и отвалился опять хоп отвалился вот скорее всего он опять у меня вот видите разжимаете немножко она отскочила и отъезжаете все у вас вполне аккуратная стопка вот далее там можно продолжить косить можно уже изготавливать соломы ну про солому это будет отдельная басня у нас здесь еще пшеница не посеяна следующее видео скорее всего будет про посев пшеницы выращивание ее дальнейшая уборка вот и собственно я вам расскажу все тонкости и нюансы данного процесса ну что давайте подведем итоги что нам потребовалось для данного мероприятия для данного мероприятия нам потребовался трактор если брать все по максимальному давайте подсчитаем что нам вышло это по деньгам трактор нам обошелся в 200 ну пускай тридцать тысяч далее у нас шла сенокосилка еще пятьдесят две тысячи я буду округлять не буду большими такими полностью суммами значит уже двести восемьдесят дальше была у нас сеноворошилка еще получается так двести восемьдесят у нас было значит триста десять так триста десять это значит у нас еще семьдесят пять триста восемьдесят пять и что у нас еще было а был еще тюковщик так триста восемьдесят пять триста девяносто четыреста тридцать стоит в комплекте вот с этим вот оборудованием по перевозу и сбору четыреста тридцать было да и сто двадцать восемь до сто тридцати это получается пятьсот шестьдесят тысяч это получается больше полумиллиона рублей вам понадобится на то чтобы получить вот всю эту технику вот в принципе деньги ну приличные вот как бы решать вам покупать такую технику или нет в принципе можно обойтись более дешевой из дешевых я могу вам предложить вот такой вариант взять вот такую косилку либо подороже вот такую она в принципе такая же просто у этой захват в два раза больше вот но на эту надо 190 лошадиных сил трактор для этой достаточно 90 если у вас допустим трактор слабенький и вы не сможете позволить себе вот такую вот сену сейчас покажу где она вот такую сеноворошилку хотя в принципе двадцать семь тысяч не такие уж большие деньги вот то в принципе можно взять вот такую маленькую в принципе вам будет достаточно потому что у вас сенокосилка идет с маленьким захватом и вот этой вам будет достаточно то есть получается ну трактор там по моему в районе ста тысяч будет стоить может быть пять ну давайте ладно я вам сейчас так посчитаю значит десять вот это и тринадцать то это значит двадцать три трактор ближайший который можно использовать это вот 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 этот синенький шестьдесят четыре тысячи это получается сто тысяч вот сто тысяч далее у нас идет вот такая техника но все равно получается не бюджетно пятьдесят восемь тысяч вот такая техника будет стоить то есть как ни крути все равно получается дорого вот значит ну что я вам сказать могу это не из дешевых вариантов уборка сена так что копите деньги на этом видео я заканчиваюсь если вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки дальше будет все только интересней дальше будет все только а интересней охранник другие